В эфире «Время авиации» о том, чем жил мир самолётостроения в минувшем месяце, расскажу вам за 10 минут. 950 килограммов краски для сухого, третий самолёт для межрегиональных перевозок, отделе в ливрею «Ред Винкс». Самолёт МС-21 поставит на чёрное крыло. Об уникальных технологиях изготовления агрегатов для магистральных авиасудов расскажем в этом выпуске. Ил-76 собран и проходит проверку. Авиастар-СП завершает производство очередного транспортника. Красота невестная! На заводе выбрали Мисс Авиастар. Первый Ульяновский журнал «Деловое обозрение для бизнеса и о бизнесе» подвёл итоги ежегодного конкурса на самую информационно открытую компанию региона. По итогам конкурса второй год подряд Авиастар-СП становится компанией года. В топ-5 вошли также Ульяновское отделение Поволжского филиала компании «Мегафон», Ульяновский государственный технический университет, Ульяновский государственный университет и Ульяновское отделение Сбербанка России. Почти тонна краски для нового межрегионального перевозчика. «Спектр Авиа» завершила покраску третьего суперджета для авиакомпании «Рэд Винкс». В красную ливрею пассажирский лайнер одевали 10 дней. Самолёт нового типа окрашивали по современным технологиям. Это слой краски, достаточно укрывистый, с очень большим сухим остатком. И, соответственно, сверху два слоя лака. То есть что это позволяет эксплуатировать самолёт более длительное время? С 5-6 лет до 7-8. Плюс ко всему уменьшаются затраты на мойку самолёта. Экономические свойства увеличатся, следственно, и идёт экономия топлива. 30 метров в длину, почти такой же размах крыльев. Максимальная дальность полёта пассажирского перевозчика превышает 3000 километров. Это уже третий самолёт нового типа для парка «Рэд Винкс». Это наш надёжный партнёр, многолетний партнёр. И мы ни в коем случае не планируем как-то уменьшать сотрудничество, только развивать. Ульяновские сухому добавили не только внешнего лоска. Здесь же собрали и внутренний интерьер. Работники «Авиастара» за считанные дни установили кресло, кухню, туалеты и прочие атрибуты интерьера. Это единственное семейство самолётов, чей уровень комфорта можно сопоставить с магистральными авиалайнерами. Самолёт «Сухой Суперджет» в компоновке 93 кресла, из которых 8 кресел бизнес-класса, безусловно, подходит. Он и создан, в общем-то, для региональных маршрутов. И пополнив наш парк этим самолётом, мы будем успешно увеличивать и открывать новые маршруты, в частности, Москва-Ульяновская. Первый рейс, а свежевыкрашенный «Суперджет» полетит уже 29 марта. Перелёты в столицу и обратно станут ежедневными, а далее маршрутная сетка будет только расширяться. В июне рейсы в Симферополь. Возможно, на красных крыльях ульянцев смогут доставить и в Сибирь, и даже в Китай. А тем временем на «Авиастаре» полным ходом ведётся производство Ил-76 МД-90. Очередной транспортник занял своё место в цехе окончательной сборки. Здесь завершаются монтажные работы, отладка всех систем. К слову, это первая машина с хвостовым оперением российского производства. Работали над ним специалисты из Казани, а отдельные агрегаты поставлял ульяновский авиазавод. Уже в мае самолёт передадут на лётно-испытательную станцию, а его место в цехе окончательной сборки займёт следующий плановый Ил. Сегодня завершена работа по стыковке планера, по проверке её на герметичность опрессовки. Далее она будет перекачана сюда, на это рабочее место, и начнутся работы по монтажам, также оборудованию систем. Её планируем в сентябре месяце также перекатить на лётно-испытательную станцию. Напомнили, что в Ульяновске должны построить 39 таких машин для Министерства обороны. По заказу того же ведомства на заводе начали сборку первого российского самолёта-топливозаправщика. Перспективный Ил-78М90А строят на базе модернизированного транспортника. На производстве работники уже собирают отсек фюзеляжа нового самолёта. Вместо обычных чертежей — 3D-технологии. На «Авиастаре» начали монтаж новых сборочных линий для пассажирского самолёта МС-21. Это современные технологии для изготовления фюзеляжных панелей подкилевого отсека и хвостового оперения. Для их установки реконструировали производственную площадку в 14 тысяч квадратных метров. Вместе с новым оборудованием начнёт работать ещё и система пылеудаления, а также осушения и увлажнения воздуха. Учли и дополнительные требования по освещению цеха. Сейчас здесь почти полностью завершена установка сборочной линии панелей. Продолжают активно монтировать оборудование для выпуска отсеков в СУ. В будущем вот здесь на свободной зоне в цехе будет монтироваться сборочная линия для сборки хвостового оперения. Эта сборочная линия в себя включает клёпальный автомат для автоматизации клёпки панелей. Сборочная линия для сборки хвостового оперения в себя будет включать специальный сферилинный центр для вскрытия и разделки отверстий в келе и подклевом отсеке. И мобильную роботизированную платформу для вскрытия отверстий в панелях келя и стабилизатора. Работы на новом оборудовании уже начались. Так в этом месяце на «Авиастаре» изготовили очередной комплект панелей отсека-фюзеляжа для первого летного образца МС-21. Агрегаты ждут отправки на Иркутский авиационный завод для дальнейшей сборки, а параллельно здесь вытачивают и другие агрегаты для семейства ближних среднемагистральных пассажирских самолетов. Специалисты «Авиастара» уже изготовили стендовую багажную дверь, завершают сборку топливных баков и грузовых дверей для наземных испытаний. Поставить на крыло МС-21 планируют в середине следующего года, и это крыло станет одним из конкурентных преимуществ нового лайнера. Впервые в России агрегат полностью сделают из композитов. Такие крылья еще называют черными из-за характерного цвета углепластика. Ульяновских буквально выпекут по новой технологии вакуумной инфузии. На предприятии «Аэрокомпозит» сейчас отлаживает работу соответствующего оборудования. В основе производства ленты из углеволокна. Она выкладывает на специальную оснастку изделия необходимой геометрии. Таких вот ленточек одновременно выкладывается вот на этой машине 24 штуки. Для того, чтобы ленточки прикатывались друг к другу и прилипали, она не просто давит роликом, она еще и проваривает их лазером. Уже на следующих участках материал пропитывают связующим под воздействием вакуума. Причем все подготовительные и основные работы проходят в так называемой чистой комнате. Специальная система кондиционирования поддерживает здесь заданные параметры температуры и влажности воздуха, атмосферного давления. Подобных технологий в айционной отрасли больше не применяют. Технология нашего изготовления отличается от того, что использует Boeing Airbus. Они используют припредевую технологию, где угольная ткань, либо лента на нее наносится связующая. И уже эта мокрая ткань наклеивается на оснастку. Мы используем сухую ткань. Это дает определенные технологические преимущества, как технологические, так и себестоимости производства. И потом уже пропитываем связующим. Эта процедура несколько дешевле по экономике получается. И второе, что мы можем изготавливать изделия более сложной геометрической формы, что позволяет избежать излишних крепежей конструкции. Полностью отладить все системы здесь обещают до конца года. В эти же сроки сделают и крыло для первого летного самолета для дальнейшей сборки на Иркутском авиационном заводе. И самым красивым событием этой весны для заводчан стала коронация «Мисс Авиастар». В канун женского дня 8 марта на предприятии выбрали самое воятельное и привлекательное. Ежегодный конкурс красоты собрал в зале Дворца культуры Руслан Аншлаг. На подиум вышли инженер-технолог, переводчик, модельщик выплавляемых моделей, инспектор-делопроизводитель, семь молодых сотрудниц поражали жюри талантами и женственностью. Каждая участница подготовила визитку для знакомства с публикой, эффектную фотопрезентацию. А далее девушки удивляли уже нестандартным мышлением и стилем. В итоге корона «Мисс Авиастар СП-2015» украсила голову Натальи Макаровой. Переводчик по специальности на сцене чувствовала себя уверенно, а за кулисами смогла найти и новых подруг, и неповторимый опыт. Обязательно идти, участвовать, ни в коем случае не бояться. Даже если не займете первое место, это ничего страшного. Эмоции, впечатления, воспоминания в любом случае останутся. Я очень переживала, очень нервничала и плакала, и уже, господи, чего только не было. И в итоге же все получилось, я очень рада. Титул «Вице-мисс» получила модельщик поплавляемых моделей Христина Пузырникова. А приз зрительских симпатий достался очаровательной Екатерине Ларионовой. Таким запомнили начало весны сотрудники авиаотрасли. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова